Третья скорость и опасные повороты. На ледовой трассе 18 гонщиков. 13 автомобилей класса передний привод и 5 заднеприводных. Участники делают 4 заезда по 4 круга протяженностью 400 метров. Каждый из них может стать решающим для спортсменов, ведь сегодня финал ледовой гонки. Выбирать лучших будут по количеству набранных очков за два предыдущих тура и сегодняшний. Сумма очков может и уменьшиться за ошибки, которые допускают гонщики. Самая распространенная фальстарт, но в целом, говорят организаторы, соревнования проходят хорошо. Два предшествующих соревнования были в погодных условиях не очень, зрителей было поменьше, любители в основном пришли, ярые поклонники. А сегодня нам на финале повезло, погода очень хорошая и очень много зрителей. А вот спортсмены не в восторге от погодных условий. Лед подтаял и на гоночном треке образовались неровности. Немного тяжеловато ехать, честно говоря. Ну и для техники тоже температуры высокие, это перегревы те же самые. Несмотря на это, первоуральскому гонщику Алексею Громову на старте удается вырваться вперед. Он не дает соперникам обогнать себя все четыре круга и финиширует первым. В этот раз вроде как получше получается, третий раз на счастье, как говорят. Поэтому стараемся, много болельщиков, очень хорошая поддержка. Поэтому буду стараться за всех сил. Первоуральец Алексей Кустышев гонщик с большим стажем. Раньше он занимался автоспортом на грузовиках, а последние шесть лет соревнуются на легковом транспорте. Это адреналин выше крыши, как говорят. Самое главное не кубки занимать, а участие. Эмоции переполняют всех участников. Алексей Боровских приехал на соревнования из Камышлова. Говорит, на льду времени для переживаний нет, а вот перед стартом нужно как следует настроиться. Волнение, конечно, есть перед любой гонкой. Все соперники приезжают бороться за победу. Но ничего, полгонки сегодня уже отъездили. В нем стараться. Стараются и ведут борьбу за победу не только гонщики. Свои соревнования на стадионе устроили автомоделисты. Для участия в этих заездах не нужно иметь прав и нет ограничений по возрасту. Стать гонщиком здесь может каждый. И поэтому почти все участники – это дети. Я очень люблю машинку. И у меня их очень много. Нередко маленькие автолюбители-коллекционеры потом становятся известными гонщиками. Кто знает, может именно в Первоуральске растет будущая звезда автоспорта. Что касается этих соревнований, в них первоуральцы не отличились. Первое место в ледовых гонках завоевал спортсмен из Екатеринбурга. Также финальный этап стал счастливым еще для восьми гонщиков – представителей разных классов машин. Теперь любители скорости готовятся к следующему – весенне-летнему автосезону. Ксения Иноземцева, Влад Черноусов, Интера ТВ.